Так, у нас есть 6 очков навыков, и давайте изучим удары Сэмпа в прыжке. И нам открылся последний навык в стиле храма, Верховный Монах. Дает навык Верховный Монах, боевое искусство, добавляющее к удару Сэмпа в прыжке, дополнительные удары ногой и атаки мечом. Это тайная техника стиля Сэмпа. У этой техники нет единой формы, каждый воин будет проводить атаку по-своему. Например, волк станет использовать Кусабимару. И у нас осталось еще 3 очка, и давайте изучим посвящение, которое увеличивает время действия храмов-гледенцов. И теперь можно переместиться в разрушенный храм. И нам опять понадобится статуэтка Будды. И мы опять попадаем в поместье Хирата. Но, похоже, с последнего нашего здесь появления прошло некоторое время, потому что огонь уже достаточно сильно распространился. Напоминаю, что мы смогли сюда попасть после того, как получили колокольчик отца. Итак, что у нас с протезом? Давайте поменяем. Поставим сюрикены, обычные петарды и что-нибудь поджигающее. Здесь нас ожидает очередной воин тени. И самое главное в бою с этим противником, это не дать ему свистнуть и призвать собак. Так, как можно быстрее атакую. В принципе, он сильно не отличается от предыдущих воинов тени. Единственное, что он очень любит свистеть. Если он успеет свистнуть, то прибежит несколько собак и бой станет на порядок сложнее. После серии атак он все так же делает выпады. Стоим, ждем, готовимся и парируем. О-оу! Он практически это сделал. Ждем. Парируем. Стоит твердый металл и бусину отчеток. Как можно видеть, здесь образовался проход. По месте Херата уже достаточно сильно выгорело. И здесь у нас появляется большое количество противников. Проще их просто пробежать и активировать идол резчика. Потому что биться с ними это очень большая проблема. Да и... В принципе, и не нужно нам это. Так как ничего полезного они все равно не дадут. А опыт мы можем пофармить и в других, более простых местах. Поэтому... Сильно не заморачиваемся. Ставим леденец гатинина. Ну или благословение. Пречемся. Здесь на крыше, на самом деле, гуляет очень много сильных противников. Как вы можете видеть, их там просто толпа. И здесь у нас можно подслушать очень интересный разговор. Прекрасно. Сильно. Прекрасно. Продолжение следует... Здесь мы узнаем, что именно по наводке филина бандиты напали на поместье Хирата. Именно в тот момент, пока все молодые воины отсутствовали в поместье. И здесь самое главное. Забежать за спину в воину тени. Блин, с первой попытки у меня не получилось. Что ж, давайте попробуем оторваться и попробовать еще раз. Биться сразу против двоих это то еще удовольствие. Пока вынесли цех бандитов. Которые тут похоже уже отмечают победу. Ёп да ёп. Умер от обычных бандитов. Так, я хотел что-то полечиться. Да, один из них все еще бухает, как ни в чем не бывало. Ну да ладно, пьяница от нас отстал. Тогда вынесем этого воина тени. Может было просто захватить, и он бы нам частично облегчил жизнь с пьяницей. Но зато теперь есть плюс. Можно снять пьяницы первую строку жизни на халяву. Единственное, что у нас может заметить этот воин. Кладемся сзади, сносим первую полоску. Не совсем это, конечно, честно. Раз игра позволяет такое делать, почему бы и нет. И пока он там плевал на свою огромную катану, можно было тоже нанести ему несколько ударов. На него все так же работает неплохо масло с огнем. Можно этим тоже воспользоваться. Самой лучшей тактикой считается держаться от него на достаточно приличном расстоянии. И подбегать и наносить по 2-3 удара. Так как большие серии наносить ему, во-первых, опасно, а во-вторых, нет смысла. Потому что, как вы можете видеть, первый удар по нему снимает достаточно много. А второй удар уже снимает намного меньше. Заблювал! Использует правшок противоядия. Попробуем запарировать. Это тоже вполне возможно. Но не обязательно. И мы получаем последнюю бусину отчеток. Также здесь лежит куча различного барахла. Для апгрейдов. Давайте пробежимся. Соберем все, что здесь осталось. Здесь также есть саке асина. И легкий кошелек. В принципе, мы готовы. Так, и давайте зайдем. Здесь тоже находится несколько противников. Но убивать их совершенно всех не обязательно. Можно просто, опять же, добежать до идола. И, кстати, здесь тоже достаточно неплохое место, чтобы покопить опыт. Из-за убийства монаха дают 880 опыта. И 150 сцен. И такими вот пробежками туда-сюда-обратно можно быстро накопить нужное количество опыта. Для получения очков навыка. Ну давайте я еще раз это проверну, чтобы у меня накопилось одно очко. Потому что сейчас у меня предстоит очень жесткий бой. И, возможно, с первого раза я не затащу. Улучшим выносливость. Соберем последние четки. Во время восстания семеро копьеносцев Асина помогли Исину одержать победу над врагами. Немногие из семерых дожили до наших дней. И мы стали немножечко выносливее. Так, что нам может помочь в этом бою? Да, в принципе, практически ничего. Возможно, иногда могут помочь петарды. Это даст вам немного времени, чтобы хотя бы подлечиться. И здесь мы опять встречаем филина. И этот фильм сильнее, так как моложе. Мы же ведь находимся в прошлом. Ну что ж, филин отец. Но подобраться к этому филину очень большая проблема. Нам нужно каким-то образом к нему влазить в его немногочисленные окна и снимать, ковырять ему потихоньку жизнь. И самое лучшее, это вот после того, как он кидает порох, подскакивать ему под руку и наносить 2-3 удара. Еще так же у него остался вот этот удар сальто, но он очень редко его делает, к сожалению. После которого тоже можно им наносить 2-3 удара. В основном же, в большинстве случаев, нам придется парировать. Иногда делать мекири и ковырять ему потихонечку жизнь. Вот эта серия. Поплазим под руку, уносим 2 удара. В этот раз не нужно 3 у меня получилось, потому что там помешала колонна. После того, как он кидает 2-3, Кенна делает этот удар. Да, лучше от него не пытаться убегать, когда он на готове. В большинстве случаев, он будет своей длиннющей катаной просто тупо доставать. Поплазим! 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 После того, как он кидает такой вот порох в воздухе, он очень часто делает выход. И у него, слава богу, всего лишь две фазы. Вторая фаза не особо чем-то отличается от первой. И здесь и появляется вот этот вот филин, при помощи которого он делает очень хитрые телепорты. Но это не сильно ему на самом деле помогает. И после того, как он кидает птицу, перепрыгиваем птицу, и он в 99% будет делать после этого Микири. Нам стоит только вовремя это Микири запарировать. Порох. И да, после пороха он здесь при помощи совы очень часто сбегает. Микири на ароматах. И это Микири. Микари. ау по идее нужно просто отбегать здесь в принципе достаточно допустить одну ошибку чтобы поплатиться практически полной строкой жизни блин какая же глупая смерть стоило только немножко расслабиться как-то умер я не очень красиво но ничего страшного со второй попытки я думаю точно его одолеем у нас это вполне может получиться не такой уж он и сложный просто придется поменьше комментировать в принципе как его побеждать я вам практически рассказал я вместо уклонения сделал прыжок да кстати выпады делать против него точно не стоит это практически сразу придется смерти ждем от него длинную серию сбора носим пару ударов отходим установим концентрацию иногда можно его немножко наказывать за промахи оу успел когда появляется этот знак про чего иногда перебить чем перепрыгнуть когда он делает этот замах не торпите сразу уклоняться лучше всего уклоняться в последний момент потому что если уклонить слишком рано он передумает этот замах делать и нанесет совершенно другую атаку оу даже у меня сейчас у меня получилось достаточно быстро снести ему концентрацию у у да кстати это так и не перебивается всегда можно конечно воспользоваться статуэткой додзе остановить возможность воскрешения . прыгаем и тут же делаем митири до мед подricht . . Лучше отбежать. Ну давай же, Фильм. О, рано я прыгнул. И он успевает исчезнуть. Ох, я взглядел в макире. Ох, что-то ты как-то близко это решил сделать. Неожиданно. Да, и опять он исчезает. Оу! Да ё-моё! Так, 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 игра! Игра решила меня подвешить. Так, и я совсем забыл про лечение. Игра решила меня. Не торопитесь уклоняться. Да, еще летающий дух Филина перекрывает удар отца, как бы запутывая вас. Ну вот, это... Ну вот, это... Ну вот, это... В этом старом воспоминании Волк сразился со своим приемным отцом, когда тот еще был в рассвете сил. Также мы получаем ароматный цветок. Цветы Вечноцвета, распустившиеся в старых воспоминаниях. Такэру взял с собой ветвь Вечноцвета из Божественного Царства и привил ее, чтобы она росла и дальше. Те, кто хотят совершить ритуал чищения, должны поднести Слезы Дракона и эти цветы Божественному Наследнику и тем самым разрубить Узы Бессмертия. И теперь у нас есть все необходимые компоненты для того, чтобы получить любую из оставшихся трех концовок. Давайте усилим атаку. Ведение приемный отец. Филин из прихоти подобрал голодного щенка и воспитал его как синоби. Со временем он даже стал надеяться однажды сойти с ним в смертельном поединке. Желание Филина исполнилось, пусть и в виде воспоминания. И как вы уже, наверное, поняли, именно Филин убил нас в поместье Херата три года назад. Предательским ударом в спину. Но, несмотря на это, мы выжили благодаря Божественному Наследнику и смогли вернуться в прошлое еще раз, чтобы отомстить за свою смерть. А заодно и собрали у Филина Ведь Вечноцвета, которую он сорвал рядом с замком Асина. Ну что ж, ну а нам предстоит финальная битва. И здесь можно не сражаться с этим генералом. А сразу же бежать к секретному проходу. Здесь у нас дрожжи. И финальный идол резчика. Используем ключ от тайного прохода. И попадаем в место, откуда все и начиналось. И давайте немножко подготовимся. И в этой битве нам может помочь, возможно, леденец Ака. Опять же, возьмем на всякий случай Танта. А также поставим встроенный зонт. Используем Танта. Останавливаемся при помощи дрожжи. Я думаю, Танта нам больше не пригодится. Лучше его убрать, чтобы не мешался. Лучше его убрать. Лучше его убрать. Куроцар! Продолжение следует... 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 Делать выпады. Но что-то не делать, у нас эти выпады. И мы достаточно просто его добиваем. И давайте полюбуемся видом. Некоторые считают этого босса просто сверхсложным. Да, у него, у этого босса аж 4 фазы, если посчитать еще генитира. В принципе, генитира убивается очень легко. Но, как я уже говорил, главное научиться его немножко парировать. Он достаточно предсказуемый. И в каких-то непонятных местах, когда он что-то накапливает, просто ставим зонт. Ставим зонт, и этот босс не должен доставить вам каких-то проблем. Узы бессмертия разрублены. Воспоминания мастер Иссин На пике своей славы Иссин Асина оттачивал мастерство каждый день, ища новой смертельной битвы. Он был настоящей машиной убийства. И мы получаем еще один навык. Боевое искусство в виде удара одновременно с извлечением меча из ножен. Накопив силу при ударе, можно выпустить поражающую волну. Расходуют эмблемы духа. Молодой Иссин не знал себе равных во владении мечом. День за днем он искал новых смертельных поединков. И клинок всегда пережал его мысль. И что же у нас случилось скоро? Теперь у нас есть выбор, который приведет к одной из трех концовок. Самая простая концовка, которую можно было получить, это отдать ему божественные слезы дракона, которые мы получили в божественном царстве. Тогда мы убиваем Кура, а сами занимаем место резчика. И судя по всему ждем, пока не появится очередной божественный наследник. А учитывая то, что мы перебили огромную кучу народа и впитали в себя очень много отрицательной кармы, то, скорее всего, нас ждет та же самая участь резчика. Превратиться в очередного демона ненависти. Так что, как вы понимаете, эта концовка далеко не самая лучшая. Хуже нее может быть, конечно, только Сура, которую мы уже видели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вторая концовка это если отдать Кура слезы дракона и дополнительно вечноцвет, который мы забрали у Филина. Это позволит нам пожертвовать собой вместо Кура, чтобы убив себя разрубить узы бессмертия и лишить тем самым божественного наследия Кура. То есть Кура превратится в обычного человека и станет смертным. Эта концовка немного лучше, чем предыдущая. Мы спасаем Кура, жертвуя собой. Но от очередного цикла событий с божественным наследием земли Асина это скорее всего не спасет. Так же как и в серии Dark Souls здесь все циклично. И рано или поздно появится очередное наследие драконов, которое приведет скорее всего к очередным плачевным событиям. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 дракона и унести его туда, откуда оно и появилось, на запад. Секира также выживает и теперь уже будет служить дитявод, чтобы обеспечить безопасность в этом нелегком путешествии на запад. А дальше уже только можно догадываться, что произойдет дальше. Но, по крайней мере, земли Асина хотя бы вздохнут с облегчением. И то хорошо. Но, к сожалению, эти земли уже в ближайшем времени, скорее всего, уже не будут землями Асина, так как министерство после смерти Исина, скорее всего, захватит эти земли и наведет здесь свой порядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...